Я Руси, я иду до конца, Я Руси, моя кровь от отца, Я Руси, и мне полезло, Я Руси, всему миру назло, Всем привет, меня зовут Николай Криворучко, и сегодня я в Кремле, ведь сегодня 31 августа, а завтра 1 сентября, и здесь собралось очень много людей и звезд. Меня зовут Ника Берри, и здесь не только много людей и звезд, но еще и очень много детей, так как завтра уже 1 сентября. Ну что, поехали? Здравствуйте, дорогие друзья! А все души приветствую вас и поздравляю с началом и началью года! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, с 1 сентября, первый день знаний, очень ответственный, линейка, гладиолусы. На самом деле учиться это очень круто, это модно, если вы хотите быть успешными, зарабатывать много денег, правда надо учиться. Не тиктоки, хотя и тиктоки, но учиться все равно важно тоже, поэтому учитесь. Вы любили школу? Можете ли вы сказать, что это были лучшие ваши годы? Если честно, я могу сказать, что это были лучшие мои времена, только оглянувшись назад. Сейчас я понимаю, как там было хорошо, не было никаких забот, в 4, в 3 заканчивал, все, остальное время делай, что хочешь. Уроки, господи, можно сделать потом, если ты шарящий человек, можно сделать прям за 5 минут до урока. Там, знаешь, ГДЗ и так далее. А вы помните свой 1 сентября в первом классе? Если честно, я помню, но обрывками. Знаешь, как триллер ужаса, но при этом хорошие воспоминания. Колокольчики, какая-то 11-классник какой-то, там девочка маленькая с колокольчиком. Единственное, что я помню про 1 сентября в первом классе, это огромные банты, которые мне взяла мама, они были в виде цветочка, такие огромные. У нее это было раньше. Беленькие, у меня было два хвостика, я была в каком-то маленьком синеньком плачушке, ничего не помню всего остального, но точно там было очень жарко. Хотелось бы вам вернуться в школу хотя бы на один день. Ой, так, на самом-то деле я только недавно закончила школу, поэтому я даже не смогу сравнить, лучше ли это времена. Но я за неизвестность, поэтому посмотрю, что ждет меня в колледже. В колледже будет очень весело, я гарантирую, она поступает к нам в Гнесинку, это самый лучший колледж, она там, там будет классно. Вы любили школу? Можете ли вы сказать, что это были лучшие ваши годы? Ну просто, как бы, оно сопутствовало, как бы, школа просто сопутствовала, ну как бы, вот главным, наверное, каким-то достижением молодости, в принципе. И поэтому, да, я могу сказать, что школа это лучшие годы, в принципе, вся молодость это лучшие годы, вот. И вообще, все ваши годы, это лучшие годы. А вы помните свой первый сентября, первым классом? Нет, я не помню, у меня провал в памяти, ну в том смысле, что я не помню, это было 6-7 лет, я даже не помню свою школу, в которую я пошел. Я была с большими злодиолусами, они были выше меня ростом, и еще у меня была мальчиковая стрижка, я очень по году этого переживала, и поэтому мама бант, который у меня был на голове, ну не знаю, каким образом умудрилась привязать, но привязала. То есть я была с гладиолусами и с бантом. Можете вспомнить самые яркие моменты в школе? Нет, ничего не проходит, а, подожди, подожди, я признался девочке о том, что люблю ее, а она мне отказала, вот. Как вы думаете, современная школа лучше или хуже той, в которой вы учились? Современная? Да. Моя школа самая любимая. Что бы вам хотелось изменить в школе? Оценки. Я бы хотел, чтобы у детей были уроки театрального искусства, потому что детям нужно помогать учиться коммуницировать с людьми. Ваши дети уже входят в школу? Вы всегда ходите их на линейку? У меня один сын, да, он ходит в школу, ему 9 лет. Я не всегда хожу на линейку, потому что мы живем в разных городах. Я, возможно, после линейки приеду попозже, потому что для меня слишком рано лететь. Ваш любимый учитель и ваш любимый предмет? Мой любимый учитель, ну я говорю, с Альфеджио Хор, у меня было два любимых предмета. Вот, может быть, потому что учителя хорошие были. Вам бы хотелось вернуться на один день хотя бы в школу? Хотелось бы вернуться, посмотреть это уже с другими глазами, с высоты своего опыта, ну просто интересно. Ваш любимый учитель и ваш любимый предмет? Светлана Григорьевна Нестеренко, педагог по вокалу. Я обожаю российское, советское образование, я считаю, что там в нем было очень много хорошего. И мне хотелось бы, чтобы школа не забывала корни нашего образования, и так вроде как и получилось. Классическое образование. А какие песни о школе вы знаете или любите? Есть ли они в вашем репертуаре? Ну, куда уходит детство классная песня, что там еще про школу. Школьные годы чудесные, ну их столько много, я их даже сейчас не вспомню. Вот сегодня концерт такой замечательный, столько классных песен, мне кажется, вот надо смотреть такие концерты и подпевать. Школьные годы чудесные, сружность книг и дисплей по снею. Камеры быстро истят, их не дорожишь назад, разве они пролетят без следов? Белых не забудет никто никогда. Школьные годы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok